Всем привет, друзья! Сегодня мы рассмотрим Parcel, это окружение для веб-разработки. Это довольно простое, легкое окружение. Сегодня мы рассмотрим, как с ним работает. Давайте создадим папочку Project. Вот что мне понравилось, то что работает он действительно очень быстро. Ну давайте инициализируем проект npm init-y. Y позволяет утвердительно ответить на все вопросы. Теперь давайте перейдем к Get Started, то есть ссылку на Parcel вы найдете в описании. И давайте установим Parcel и настроим какое-то окружение. Ну я предлагаю сегодня настроить довольно легкое окружение, где мы подключим SAS. Возможно потом подключим Tailwind, попробуем, да? И посмотрим, как это работает. npm-y-d Parcel. Устанавливаем. Пока устанавливаем, давайте посмотрим, что это такое, как это работает. То есть здесь есть стартовая разметочка. И мы можем запустить, да, что-то. Я подготовил Parcel, Parcel Starter. Здесь я уже в принципе все учел, все настроил. Мы будем обращаться сюда, поэтому давайте зайдем в Package JSON и посмотрим, что у нас настроено. И как это работает, и с какими проблемами мы будем сталкиваться. Ну для начала давайте откроем редактор кода и закинем сюда наш проект. Ну давайте создадим папочку SRC. Это обязательно папочка SRC у нас должна быть, в которой у нас будут находиться все исходники. Давайте создадим файл index.html. Создадим базовую разметочку и что-нибудь напишем. Мы не будем запускать из консоли Parcel. Давайте все-таки сделаем более грамотно. Откроем Package JSON и настроим наш проект. Здесь смотрите, что нас интересует. Scripts, Start и Build. То есть мы можем делать сборку проекта и мы можем просто запускать. Давайте заменим на Scripts. Ссылочку на данный стартер вы найдете также на странице урока. Переходите, смотрите. То есть запустить мы можем командой Start Parcel. Ну я указываю также ключ NoSourceMaps, чтобы они мне не мешали. Я обычно их не использую. И также Public URL, который позволяет собирать проект с относительными путями. Когда дойдем до билда, я покажу, как это работает. Итак, следующее, что мы сделаем, мы можем запустить наш проект. Давайте запустим наш проект NPM Start. Здесь давайте обратимся к стартеру и необходимо указать Source. Это точка входа. Здесь обратите внимание, что точка Main это Index.js. Давайте вообще удалим эту строчку и вместо нее Source. Source это SRC Index.html. Ну теперь давайте запустим. Сейчас все должно работать. Отлично. Мы даже видим, что он дал нам локальный сервер, который мы откроем. Чем мне нравится Parcel? Тем, что он работает просто молниеносно. При работе над Single Application, над какими-то небольшими проектами, над коммерческими сайтами и так далее, он в принципе незаменим. Именно благодаря своей скорости разработки. Так, следующее, что мы сделаем. Давайте зайдем в SRC и создадим здесь новую папочку Styles, в которой у нас будут храниться стили. Здесь давайте создадим новый файл Main.sas. И здесь прикол в том, что мы можем напрямую подключить сюда Sass. Давайте после тайтла мы подключим наши ассеты. Link. Давайте подключим стили. Styles. Main.sas. И посмотрим, что у нас происходит в консоли. Сохраняем. И мы видим, что у нас происходят чудеса. У нас все скомпилировано, несмотря на то, что мы используем Sass. Давайте зайдем в пакет JSON. И мы видим, что он автоматически установил у нас пакет, который работает в Sass. Давайте зайдем в папочку DIST и посмотрим, что он скомпилировал. Он скомпилировал нам CSS файл. Давайте что-нибудь напишем. Например, body. Display.none. Просто скроем его. И здесь мы видим, что он все у нас удачно скомпилировал. Следующее, что хотелось бы реализовать. Хотелось бы, чтобы стили у нас автоматически загружались. То есть, допустим, если мы сделаем импорт. Blocks. И здесь мы загрузим все содержимое из папочки Block. Давайте создадим папочку Block. То есть, Blocks. И давайте создадим Example Block. И здесь я хочу, чтобы независимо от того, сколько здесь файлов, чтобы я просто кидал в эту папочку файлы, и они автоматически подсасывались в main.sass. И это все у нас скомпилировалось. Здесь мы видим, что у нас ошибка. Нам необходимо установить пакет Node.sass.globe.importer. Давайте npm.i-d. И устанавливаем пакет Node.sass.globe.importer. Сразу давайте можем перейти в корень и посмотреть, какие у нас есть настройки. Ну, давайте зайдем в sass.rc.js и посмотрим, что здесь происходит. Здесь мы видим такую конструкцию, которая позволяет нам загружать globe. То есть, globe – это возможность загрузки глобальной стиля. То есть, работать с глобальными путями. Давайте перейдем в project и создадим новый файл. .sass.rc.js. Давайте откроем и вставим сюда все, что у нас находится здесь. Ссылку на стартер я оставлю на странице урока. Переходите, смотрите. Я думаю, понятно, как это работает. Мы подключаем Node.modules, чтобы работать с sass.globe.importer. И здесь подключаем globe.importer. Давайте еще раз запустим наш проект и посмотрим, как это работает. npm.start. Здесь, смотрите, мы видим ошибку, потому что здесь, смотрите, blocks. И укажем еще один дочерний элемент. То есть, вот таким вот образом. Давайте еще раз запустим. И поехали. Отлично, друзья, смотрите, у нас все скомпилировалось. Что это позволяет нам сделать? Давайте зайдем в src, styles, blocks. И мы видим, что, допустим, мы укажем здесь body, display none. Мы видим, что у нас отключается. Ну, то есть, в чем прикол? Мы можем создавать здесь очень много различных файлов, не подключая их никуда. И они, в принципе, будут работать. Давайте посмотрим. Так, раз. И видим, что все у нас подсасывается, все у нас работает. Следующее, что хотелось бы рассмотреть, давайте рассмотрим команду build. В принципе, у нас уже все складывается в dist, когда мы работаем. Но также есть команда build, которая позволяет сжимать наши asset. Если мы откроем, например, asset, которые готовы, они у нас не сжаты. Ну, блин, мы ничего не написали, поэтому, смотрите, ну, здесь мы видим, что здесь есть какой-то технический код, который нам не нужен. Его явно не должно быть в dist. Поэтому давайте удалим папку dist. И обычно я удаляю папку cache, чтобы кэширование нам не мешало. Здесь это можем мы, в принципе, включить. Ну, чтобы у нас были стили. И давайте запустим npm run build. Здесь, обратите внимание, если мы перейдем на страничку стартера, здесь я указал все инструкции, как работать с данным стартером, в том числе, как клонировать и какие команды есть. Это у нас установка npm start, запуск. И, по-моему, build я сюда не написал, как делать. Но я сюда дополню, допишу, как делать build. И смотрите, что у нас получилось. Теперь мы видим папочку dist. У нас есть индекс.html. И у нас есть css-файл. css-файл сжат. Но я не хочу, чтобы в dist. у меня сжимался также html-файл. Я хочу, чтобы он был развернутый. Если я хочу делать, допустим, оптимизированную верстку и отправлять ее клиенту, чтобы удобно было с ней работать. Поэтому что мы делаем? Здесь мы просто укажем. Давайте создадим файл parcel.rc в корне нашего проекта. Создать текстовый файл. Parcel.rc. И давайте скопируем всю эту команду. Но вот к этой штуке, средней, мы перейдем чуть позже. Давайте сохраним. И запустим еще раз build. И посмотрим, что происходит. Теперь, когда мы перейдем в dist, мы видим, что у нас два файлика. css у нас сжатый. Мы видим, что он сжался. Индекс.html у нас развернутый. То есть мы получили то, что надо. Ну и давайте перейдем к этой секретной, интересной фишке, которую мы удалили. Здесь обратите внимание, что в build, в dist у нас файлы. файлы имеют вот такой вот хэш, который добавляется автоматически. И файлы не имеют структуры. То есть смотрите, у нас структура как выглядит. То есть у нас индекс.html и у нас styles. Здесь мы видим, что у нас styles. А мне хотелось бы, чтобы создавалась папочка css, чтобы все это более красиво выглядело и не было вот этих вот хэшей. Для того, чтобы сохранить структуру в папке dist, мы можем установить этот пакет. Этот пакет я написал сам, потому что я не нашел его нигде. Мне пришлось написать его самостоятельно, потому что в работе он все-таки нужен. Давайте его установим и посмотрим. Пока у нас устанавливается, давайте удалим dist и кэш, чтобы нам ничего не мешало. Пока устанавливается, также мы можем создать папочку js. И в ней мы создадим... Блин, мы можем в принципе создавать это все здесь, поэтому давайте создадим здесь app.js. Ну здесь мы ничего писать не будем, давайте сохраним. И запустим еще раз наш билд. Теперь давайте посмотрим, что у нас происходит в папочке dist. Мы видим, что у нас папка css, все разбито, хэша и нет. И полностью сохраняется структура нашего проекта. Если мы что-нибудь напишем в web.js, ну например, document. Давайте зайдем в dxhtml и создадим какой-нибудь тег с классом. Например, вот так вот. Lorem.ru давайте сделаем, чтобы у нас был русский текст рыба. Давайте перейдем в document. Query.selector.all. И давайте выберем наш класс. Ну и присвоим какой-нибудь переменной. Ну и конечно же мы должны подключить наш скрипт. App.js. Давайте выполним сборку и посмотрим. Здесь мы видим, что у нас сохраняется структура и все у нас работает. Скрипты у нас сжаты и сделаны. Следующая важная фишечка это работа с изображениями, друзья. Давайте я возьму какую-нибудь картиночку, перейдем в src и создадим папочку img. Здесь вставим какую-нибудь картинку. Например, я взял картинку пес. Все, что нам необходимо сделать, теперь это просто зайти в src, index.html и добавить это изображение на страницу. img и выбираем src, img, пес. Здесь устанавливаем alt. Сейчас я показываю все на примере билда, чтобы это было более наглядно. Но вообще можно в принципе просто запустить проект и он запустится. Смотрите, что происходит. У нас есть изображение, допустим, вот такое, 197 килобайт. И когда мы переходим в dist и img, мы видим, что изображение у нас не сжатое. Для того, чтобы оно нажималось, можно установить некоторые параметры. Поэтому переходим в корень проекта. И давайте посмотрим, как я это реализовал в стартере. Здесь мы увидим файлик sharp.config.json. Давайте создадим этот файлик и посмотрим, как он работает. Здесь очень простой параметр. Мы можем установить callery. Давайте вставим сюда вот эту штуку. И что мы видим? Давайте просто перезапустим наш сервер. И он установит нужные зависимости. Прикол в том, что Parcel автоматически устанавливает все зависимости. И они добавляются в пакетж.son. Что позволяет нам не тратить лишнее время на разработку. Теперь давайте посмотрим, что происходит с src и img. Мы видим, что у нас вот такое изображение, 197 килобайт. Переходим в dist и img. И здесь мы видим, что изображение теперь весит всего 29 килобайт. Но это еще не все, что может Parcel. Он автоматически может преобразовывать изображение в формат webp. Вопросик. s равно webp. Сохраняем. И давайте посмотрим dist и img. Мы видим, что у нас появилось изображение в webp. Если мы перейдем на главную страничку, мы видим, что у нас здесь ничего нет. Потому что мы все отключили. Давайте перейдем в example block и отключим display node. Давайте проинспектируем элементы. И здесь мы увидим, что у нас автоматически подсасывается изображение в webp, которое весит меньше, чем у нас весит изображение. Очень удобно использовать в работе. Следующая возможность, которую хотелось бы реализовать, это подключение компонентов. Потому что если мы будем работать, например, с Tailwind, здесь не обойтись без компонентов. Потому что верстка может быть очень большая. Ну, например, давайте возьмем вот этот кусочек кода, который мы найдем в Rhythm. И я просто покажу, как подключать в свои проекты компоненты. Давайте перейдем в SRC. Здесь мы создадим новую папочку Parts, в которой мы создадим файл Component HTML. Это у нас будет тестовый компонент, HTML компонент, в котором мы разместим вот такую структуру. Здесь нам необходимо установить пакет PostHTMLInclude. Поэтому давайте Ctrl-C, выйдем отсюда и установим этот пакет. I-D. И установим такой вот пакет. Давайте запустим наш проект, перейдем в DIST и посмотрим, как у нас генерировался документ. Мы видим, что у нас не происходит автоматического подключения того компонента, на который мы ссылаемся. Поэтому нам необходим новый файлик, который называется PostHTMLRC. Давайте создадим в корне этот файлик, создадим текстовый документ. Ну и я просто возьму отсюда код, потому что в принципе зачем это писать, если это уже написано. Мы просто посмотрим, как это работает. Мы подключаем плагин PostHTMLInclude и указываем, что root у нас SRC. Давайте попробуем запустить наш проект. И здесь мы видим, что мы получаем ошибку. Все дело в том, что в компоненте, давайте перейдем в index.html, в обычный, и откроем тот компонент. Нажимаем Ctrl и открываем компонент. Здесь мы видим, что мы можем использовать какие-то переменные, например, name и emg. Если мы перейдем в index.html, мы видим, что мы пытаемся подключить изображение first. Изображение у нас называется pios.jpg. Давайте сохраним и посмотрим. Теперь мы видим, что все у нас автоматически работает. У нас загрузилось два апса. И в папочке dist, если мы откроем HTML, мы видим, что у нас подсосался код компонента в наш HTML файл. То есть таким образом мы можем разбивать верстку на компоненты. И работа становится в разы удобнее. Давайте перейдем на GitHub. Я здесь также создал Parcel Tailwind. Это тоже уже готовый стартер, который вы можете просто скачать одной командой и использовать в своей работе. Давайте посмотрим, как он устроен. Здесь у нас добавились некоторые файлы. Здесь у нас добавился Tailwind.conf. Давайте его откроем. Создадим этот файлик. Перейдем в корень. И давайте создадим этот файлик. Здесь довольно простая настройка. Она является практически типовой. Давайте пройдемся по ней. Здесь мы проходимся по всем файликам, необходимым нам. Мы также можем использовать Dark Mode. И также можем использовать акцентный цвет, который можем прописать app.css.main.css. Ну или, например, давайте пропишем в main.sass. Здесь, допустим, у нас будут какие-то настройки. Давайте напишем root и укажем нашу переменную, которую мы здесь указали. Это у нас Color Ascent. Давайте перейдем в main.sass и укажем значение этой переменной Orange. Tailwind является компонентом post.css. Поэтому давайте создадим новый файлик post.css.rc в корне нашего проекта. Здесь давайте создадим новый файлик и назовем его .post.css.rc. И сюда мы вставим этот код, в котором мы подтянем Tailwind. Здесь мы видим, что у нас ошибочка. Давайте еще раз запустим. И он должен автоматически установить Tailwind. Давайте перейдем в package.json. Tailwind довольно тяжеловатая библиотека. Мы видим, что устанавливается она не так быстро, но мы видим, что в package.json у нас появился Tailwind. Ну и теперь все, что нам остается делать, это просто писать классы Tailwind. Ну давайте зайдем на сайт Tailwind и возьмем какой-нибудь блок. Давайте возьмем, например, вот этот блок. Найдем, где он начинается. Вот отсюда он начинается. И давайте скопируем полностью весь элемент. Перейдем в index.js. Или даже лучше можно перейти в компонент. Давайте перейдем в компонент.html. И здесь выше давайте добавим этот код. Только вместо изображения .hpc давайте подключим нашу картиночку. Здесь нам нужно перейти на уровень выше и подключить нашу картинку. Давайте перейдем на наш сайт. Мы видим, что изображение у нас не может подключиться, потому что компонент у нас является вложенным. Он находится в папке parts. Поэтому здесь, конечно же, нам не обязательно переходить на уровень выше. Следующее, что нам нужно сделать, это подключить компоненты Tailwind в SAS. Это довольно-таки просто. Давайте перейдем в инструкцию и посмотрим, как это происходит. Заходим в документацию. И давайте перейдем в блок, где у нас подключаются компоненты Tailwind. Сохраняем. И у нас, конечно же, не SCSS, у нас синтакси SAS. Вы можете писать, в общем-то, с синтаксисом SCSS. Достаточно переименовать этот файл и писать в синтаксисе SCSS. И мы видим, что у нас подключился этот компонент. И работают классы Tailwind. Здесь прикол в том, что мы можем просто добавить. Давайте зайдем в index.html и просто добавим. В html добавим класс dark. Я сейчас не буду углубляться, в общем-то, в работу Tailwind. Это не тема нашего урока. С Tailwind мы познакомимся чуть позже. Я выпущу отдельный большой бесплатный курс на канал. Ну, факт в том, что работает. Стиль у нас подключается. И происходит это довольно-таки просто. Давайте попробуем собрать наш проект и посмотрим, что получится. Давайте посмотрим, запустим. И теперь давайте зайдем в dist и откроем index.html непосредственно в браузере. Здесь мы видим, что все у нас работает и происходит это потому, что пути у нас относительные. Это происходит благодаря тому, что мы указали соответствующую настройку public.url. Если бы мы убрали, давайте еще раз соберем проект и я покажу. Мы бы увидели, что пути у нас не относительные, а абсолютные, что не позволило бы нам напрямую открывать нашу верстку в браузере. Я, если честно, не знаю, зачем это надо, но почему-то у меня очень часто спрашивают в комментариях, как сделать так, чтобы проекты открывались напрямую в браузере. Ну да ладно. Ну что, друзья, вот такой интересный инструмент сегодня мы рассмотрели. Мне не хватает немножко его функционала в больших проектах, потому что там, где у нас огромная файловая структура, там надо настраивать логику работы каждой отдельной папки, каждой отдельной директории. Но если вам нужно сделать верстку сайта, написать приложение на реакте или с использованием другой какой-то библиотеки, это крутой незаменимый инструмент. И особенно, если вы работаете с тайл винтом, потому что классы он обрабатывает молниеносно. И ждать по несколько сотен миллисекунд вам просто не придется. Ну что, друзья, спасибо за внимание. Вот такой небольшой урок получился. До встречи в новых уроках. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok